Власти Молниницко-автономного округа найдут замену рейсу Аэрофлота Салихард-Москва. Авиаперевозчик объявил, что осенью текущего года данный маршрут в округе будет отменен. Как сообщил в четверг 22 августа директор дирекции транспорта Ямала Виталий Лагутин, в адрес дирекции пришло письменное уведомление от компании Аэрофлот о прекращении рейса Салихард-Москва с ноября этого года. В данный момент ведется работа по привлечению новых перевозчиков, чтобы заместить высвободившийся слот. По словам чиновника, в округе летает много авиакомпаний и в ближайшее время общий язык с ними будет найден. Как заверил Лагутин, количество рейсов в Москву и столицы округа не уменьшится и ямальцы будут летать по доступным ценам. На сегодня в обслуживании потребностей региона занято более 10 авиаперевозчиков. Кроме того, отмечается, что Аэрофлот не уходит совсем. Он меняет свою маршрутную сеть с точки зрения экономики, то есть маршрут перестает субсидироваться. 23 августа в одностойбище Лимбе состоялась неформальная встреча участников трудового лета с депутатом окружного заксобрания Иваном Вершининым. Во время беседы ребята смогли поближе познакомиться с народным избранником. Особые интересы вызвали некоторые факты биографии политика. В ходе доверительного разговора прозвучало немало вопросов на тему развития профессиональных и лидерских навыков. Иван Вершинин в этой беседе отметил, что самым главным качеством для достижения любых целей является трудолюбие. Кроме того, состоялся разговор и на актуальную для участников трудового лета тему сбор и сортировка мусора. Довольно-таки много рассказал депутат собрания по ЯНАУ. А именно он сказал и о том, что в России, так сказать, можно людям и работать хорошо, и учиться, но для этого надо приложить усилия. Сказал также очень важную вещь по поводу окружения. Это для детей сейчас очень важно. То есть надо окружать себя людьми, которые чуть выше в умственном развитии, чем вы сами есть. Как отметил после встречи сам депутат, такие встречи с молодежью – это очень хорошая практика. Они помогают подросткам сформировать взгляды на свое будущее. Понять, что от их правильного выбора зависит как будущее их самих, так и будущее родного города и региона. Отметим за время действия проекта «Трудовое лето». Участники встречались с губернатором округа Дмитрием Арсюховым и главой Ямальского района Андреем Хугаевским. 7 сентября объединение Фаблаб Ямала и Авиарктика откроют для жителей интерактивную площадку под девизом «От замысла к воплощению». На площадке инженеры представят свои изобретения, с которыми они уже посетили различные выставки и фестивали. В их числе будут проекты «Риал Мега Кар» и «Умный шкаф». Также планируется презентовать 3D-принтер, на котором каждый сможет напечатать свой собственный уникальный брелок или интересную настольную фигурку. Для любителей конструирования будет представлена уникальная возможность – попробовать свои навыки на современном конструкторе. Фишер Техник. Конструктор был презентован в мае на технофестивале «Мир интересных решений» и вызвал массовый интерес как со стороны взрослых, так и со стороны детей. Хорошо представлено будет объединение Фаблаб, будет площадка с проектами, которыми занимались дети в течение года. Будет робофутбол, будет демонстрация техники, которую за прошлый год изготовили дети. Будем делать воздушных змеев, запускать. Наверное, посоревнуемся, у кого это будет лучше летать выше. Летний сезон почти на исходе. В северные поселки после отпускного периода возвращаются ямальцы. Жизнь вот-вот войдет в привычное русло. Излюбленным видом досуга в Ярстеле являются занятия спортом. Ирсалинский центр «Арктика» любителей активного отдыха приглашают свои стены. Бассейн после косметического ремонта полностью готов к работе. До 5 сентября здесь сведен сокращенный график. С понедельника по субботу включительно вас ждут с 17 до 21 часа. В воскресенье любители поплавать могут воспользоваться услугами бассейна с 2 до 9 вечера. Перерыв с 17 до 18 часов. Среда по-прежнему санитарный день. Тренажерный зал также работает по расписанию 7 дней в неделю с 15 до 20 часов. Есть небольшие перерывы. О них не забудьте проконсультироваться у администратора по телефону 3-12-17. Что касается секции, расписание вечерних занятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и дартсу остается прежним. Приходите, занимайте спортом. Вас всегда ждут. У нас работают специально обученные люди, которые предоставят инвентарь, оборудование, натянут сетку, поставят кольца, поставят столы для настольного тенниса и так далее. Можно заниматься, да, уточнить время у администратора, прийти в назначенный час, достать, не знаю, ракетку или взять в руки мяч баскетбольный или волейбольный и начать тренировку.